Миссию, конечно, надо сначала встречать в Киеве. Миссии надо дать направление, куда смотреть, где смотреть, где находятся артефакты, вывозенные из Ханского дворца. Показать вот эти фотографии, которые мы отправляли в Киев о уничтожении аудинчичных балок. Там видно на срезах, что балки были очень в хорошем состоянии. Нужно показать ту конструкцию, так называемую защитную конструкцию, которую они сделали из пленки над Ханским дворцом. А ветер потом его уничтожил. И вся вода, снег, град, это все проходило во внутренние помещения. И сегодня мы видим о том, что там произошли трещины. Мы должны указать на проектные ошибки. Не ошибки даже, а проектный такой вандализм, который есть вот в этом проекте, так называемой реставрации, который сделала так называемая фирма Керамет, которая до 2014 года абсолютно была в Крыму неизвестной как реставрационной компанией. То есть мы должны дать направление этой миссии. И эта миссия должна знать, куда идти, что смотреть и на что обратить внимание. Потому что я не думаю, чтобы у нее было очень много времени, и чтобы она могла разобраться на всем этом. Надо показать тот бетон, который есть на памятнике 16 века. Понимаете, там столько наворочено, что, честно сказать, очень сложно за несколько дней это все найти. Поэтому какой-то круглый стол надо сделать в Киеве. Я думаю, пригласить специалистов. Пригласить и тех, которые сегодня в Крыму, которые могли бы об этом рассказать. А как вы оцениваете действия украинских властей, непосредственно Министерства культуры, по решению этого вопроса? Евгений Нищук нам сейчас рассказывал о том, что идут переговоры. Считаете ли вы, что они достаточно интенсивно идут? Мы четыре года говорим. Повысить статус дворца. Это во всяком случае хотя бы привлекет внимание каких-то московских властей. Здесь же, понимаете, вот эти вот фирмы, какие люди, какие политики стоят за этими фирмами, очень сложно сейчас разобраться. Но стоят очень влиятельные люди. Поэтому они и выкрывают вот эти так называемые тендеры. Я не видел в Ханском дворце при реставрации, вот проведении реставрационных работ первого этапа, ни одного профессионального реставратора. Понимаете? Там были инженеры, там были какие-то знатоки, так сказать, современных материалов. Но там не было реставраторов, там не было профессиональных архитекторов. И сейчас вот проходят археологические раскопки, а там всего один-два специалиста. А все остальное нанято и дешевая рабочая сила, которая, в принципе, просто копает. Просто копает, не фиксирует. Я понимаю, что они для отчета что-то там фиксируют. Для того, чтобы показать, иначе это вообще невозможно. Но в целом, в большую часть, вот, например, в конюшенном корпусе был у нас кадр. И там видно, что человек просто выгребает это вот все, в кучу складывает артефакты, которые оттуда выходят. И все на этом, никакой фиксации. А что мы будем говорить завтра? Историки на чем будут опираться, когда будут писать какие-то исторические свои труды? В Крыму активно идут археологические работы. Это не только на территории Ханского дворца. И с точки зрения Украины весь этот процесс незаконный. Но с точки зрения профессионализма. Как происходит то, что сейчас делают российские археологи, которые приезжают в Крым? Можно ли говорить о том, что это действительно профессиональная работа? Или это уничтожение культурного наследия, археологического наследия? Ну, я не слышал, чтобы из-за того, что нашли какие-то артефакты, какие-то археологические находки, чтобы дорога изменила свое направление. Она все равно проходит по этим вот раскопкам. Их вот так вот фиксируют, как мы сейчас видим. И все. То есть там есть же и период из Киевской, там есть период и мусульманского Крыма. Более того, это те места, которые, в принципе, невозможно было скрыть, которые были раньше известны. Мы не знаем, что происходит в других местах, где, в принципе, трасса проходит, и строители могут даже не остановиться, а продолжать работу. Потому что вот шурфирование всей этой трассы, она не прошла. Прежде чем начать эти работы, они начали вот как в Советском Союзе. Строят БАМ, и все начали приезжать строители и начали строить. А ведь для того, чтобы начать работу, нужно было сначала сделать шурфирование всей трассы. И проверить вот эти все места. И изменить, возможно, трассу. А в данном случае все это делается непосредственно. Вот пришли, наткнулись, и это что-то большое и значимое. Они его огораживают, как они там проводят работу, я не могу сказать. А это что-то, на их взгляд, мелочь какая-то. И препятствуют ведению темпов строительства, то они, возможно, его просто скидывают. Поэтому мы не можем это сказать. Единственное, что могу сказать, что в Бахчисаре, в районе стройиндустрии, там были захоронения. Вот эти захоронения, только небольшая часть была огорожена, остальное все просто снесли.